Ну вот, ребят, я продолжаю вам рассказывать про те хорошие фильмы, которые я выловила... Так, сейчас, надо перестать одергиваться. Так, ребят, значит, я продолжаю вам рассказывать про те интересные фильмы, которые мне удалось выловить на сайте УРОРО с английскими и русскими сутитрами, естественно, с возможностью замедлять, где-то мышка в кадр попала. Вот, ой, и сразу... Это же всё-таки мышка, сейчас, секунду. Так, значит, фильмы я смотрю на сайте УРОРО, ссылка под этим видео, естественно, потому что я уже постоянно вам про этот сайт говорю, потому что по сравнению с другими сайтами, где можно ставить сутитры, здесь можно замедлять речь, можно замедлять очень тонко, на 90%, 80%, 70%, до 50%, потом уже там что-то не работает. Вот, и можно закладывать отдельные фразы в память, то есть вот вам какой-то блок показался полезным, раз, и заложили себе своё досье. И можете потом отдельно повторять эти блоки, да. Ну, в общем, очень я люблю, смотрю я только на этом сайте, стоит у меня годовая подписка, там что-то рублей 200, и всё, и хоть 24 часа в сутки сидим. Огромное количество фильмов, огромное количество сериалов, но сейчас не о сайте разговор. Разговор о фильме «Август Раш». 2007 год, я думаю, что все его смотрели, и я думаю, что вы удивляетесь, как я, музыкант, могла пройти мимо этого фильма. Но я не очень киношный человек, я просто, когда попадаю на ур-уро, я начинаю методом тыка выбирать фильмы, и вот этот фильм привлёк моё внимание. Я вам уже говорила о том, что у меня была статья «Сумасшествие и музыка», в которой я писала о том, ворчала на то, что вот всё время как чокнутых музыкантов представляют, а мы не такие, мы очень здравомыслящие и так далее. Дело в том, что фильм «Август Раш» – это действительно просто развесистая клюква сначала и до конца, там, конечно, это сплошная сказка и так далее, но это невероятно обаятельно и симпатично. То есть это о музыке, о музыке, о музыкантах, о композиции музыкальной, о одарённом ребёнке, о любви к музыке и всё. И несмотря на то, что это сплошная фикция и сплошной, в общем-то, фантазии, и это не жизнь, она так не бывает, да, тем не менее он невероятно привлекательный, и я бы его посоветовала посмотреть, во-первых, для мотивации детей, может быть, для занятий музыки, да и вообще, в принципе, я бы посмотрела его обязательно, если кто-то не видел, я от него получила огромное удовольствие. Там суть заключается в том, что два юных музыканта, значит, девушка из богатой семьи Вианчилистка, как моя мама, а юноша из бедной семьи Унрокер. У них случается мгновенная любовь и ночь любви, после этого они навсегда расстаются, она за эту единственную ночь залетела. Вот, и когда она рожает ребёнка, её папаша делает так, что она, ну, в общем, ей внушают, что ребёнок умер во время родов, а на самом деле ребёнок жил. И этот ребёнок попадает в систему детских домов, и он, во-первых, гениально одарён музыкально, а во-вторых, он верит в том, что если он будет сочинять музыку, и эту музыку услышат люди, то его родители эту музыку услышат, его найдут и найдут друг друга. И он поэтому категорически отказывается от усыновления, он остаётся в детском доме. Ну вот, и такой, как бы, с одной стороны, это навеяно легендами о маленьком Моцарте, с другой стороны, это такой Оливер Твист, современный мальчик маленький, который попадает в разные истории. Вот. И, в общем, я не буду вам говорить, чем фильм заканчивается, но это такой гимн и любви, и музыки, и музыка, которая и любовь – это одно и то же, и идеализм огромный. И, в общем, то, что мы теряем, когда мы занимаемся нашей профессией, мы, занимаясь нашей профессией, немножечко так к ней начинаем относиться, ну, как это, это наше ремесло, мы относимся как к ремеслу, как говорила моя мама про концертные платья, я в них потею, да. Есть ли у вас длинные платья, спросила как-то одна дама, есть ли у вас платья до полу, мама сказала, да, есть, я в них потею. Ну, вот. И вот это вот, как бы, когда профессиональный музыкант смотрит этот фильм, это опять выводит на эти романтические категории нас, которые нас, собственно, и привели тоже в эту профессию. Вот. Поэтому я фильм очень одобряю, он мне очень нравится, и я получила огромное удовольствие, и я его вам очень советую. Вот. Всё. Сейчас посмотрю, может, ещё скажу о каком-то фильме, но, в принципе, у меня аккумулятор на исходе, может быть, уже просто камера не сможет писать. Я вас очень благодарю за внимание, к тому, что я тут вам рассказываю. Вот. И до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok